В Затосибирский мобильный центр приехал из Новоалтайска за два с половиной часа. Там специалист принял пять человек. В Сибирском записалось 15. Это и инвалиды, многодетные, малоимущие, жены участников специальной военной операции. То есть категории разные. И хотя список тех, кому положено бесплатная юридическая помощь ограничен, специалисты мобильного центра принимают даже тех, кто в список не входит. В качестве исключения. Вопросы, волнующие людей, самые разные. Социальные льготы волнуют. Волнуют назначение или перерасчет пенсии. Также жилищные вопросы задают. Очень много идут люди с вопросами, связанные с семейным правом. То есть об установлении отцовства, взыскании элементов. Юристы дают не просто устные консультации. Готовы помочь составить нужные заявления и даже отправить их в разного рода структуры. Я бы хотела знать свои права и людям сказать. Потому что нередко, нередко берут за основание бумаги, где какая-то опечатка, где какая-то ошибка. И проходит 20-30 лет уже живых людей. Надо сложно искать. Любовь Кузнецова единственная, кто был готов поделиться проблемой с нашей съемочной группой. В свое время на предприятии ей перепутали фамилию. Часть стажа выпала. Соответственно, и пенсия могла быть больше. И все же большая часть людей, кто приходит за бесплатной юридической помощью, это участники СВО и их родственники. Только за последний год в мобильной центре таких обращений было более ста. Обращаются в основном с вопросами, связанными с получением льгот, на какие льготы они имеют вообще право, с получением выплат, если возникают какие-то проблемы. Ну и самые печальные и морально тяжелые вопросы, по которым обращаются уже члены семей, участников специальной военной операции, это признание погибшим, признание пропавшими без вести. Записаться на прием в мобильный центр можно за пару недель до его выезда в районы на сайте Министерства юстиции и Адвокатской палаты Алтайского края. Там же есть график выездов. А можно набрать номер горячей линии. Он сейчас на экране. Следующий выезд мобильного центра 4 июня в Ельцовку и Целинное. В Первомайский район юристы приедут снова в середине июня. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.